Банда черных риэлторов орудует в Кстове. Жертвами стали десятки людей. Это люди, так сказать, группы риска. Пьющие, одинокие или же не приспособленные к жизни выпускники детских домов. Единственное, что в их жизни есть ценного, это квартиры. И лишают их жилья по отработанной и уже накатанной схеме. В нашем распоряжении оказалась аудиозапись переговоров этих черных риэлторов. Это что же вы, а запомнился, чтобы у нас не было. Открылся, что я буду, а как же я буду, да. И, чип, что я буду. Что, ты думаешь, что не дочекай-то голову? Я же сейчас тоже готовлюсь. Что, там, пусть и так, ну, все, ну, быстро быстрее, ну, дальше делся, ну, б***ь. Ну, в этих мошенников так много, что они уже объединились в группу. Люди самых разных возрастов. От 20-летних выпускников детских домов до 70-летних пенсионерок. Но всех объединяет одно. Они стали бездомными. Бездомный, да. Раз без квартиры, наверное, какая-то. Без квартиры раз у меня была. Мать бездомная. Человек просто ко мне пришел, позвонил. Кто-то пришел, позвонил, сказал, так или так, у вас долги. Я вам помогу сейчас избавиться. Мы вам поможем в вашем деле. Он так убедительно говорил, уверенно, и я поверила ему. Расписка была написана следующим образом. Складывал все. Газеты закрыли. Подписываю вот тут. Поднимают, подписываю вот тут. Поднимают, подписываю вот тут. И в том числе это расписка была написана. Они утверждают, что он деньги получал, хотя он не получал ничего. Лишились трехкомнатной квартиры, за которую с дедушкой, с моим мужем работали 10 лет. Ни денег, ни жилья, ничего. Они таким образом кинули 58 квартир. Они ищут людей, которые, скажем так, не то, что малообеспечены, а, допустим, строят алкогольную зависимость. Это раньше был мой родной брат. У него разрыв в сердце произошел. Когда они выгнали из квартиры брата родного, случилось так, что мой родной брат пустил на квартиру людей. И постепенно ее приватизировали. То есть ни вещи, ничего, ни мебель, ни технику никто никому ничего не отдал. То есть он у нас вот как был в больнице, грубо говоря, в тапочках и в кофте, так он у нас и остался. Я не знаю, что я пользуюсь. Потому что без квартир расстался. Дослали под него девочку. Деньги ему показали, он даже не пересчитывал ничего. Это Наташа была с ним. Забрала, положила деньги себе. Она ему говорит, сходи в магазин. Он пошел в магазин, приходит, ее нет. Ни ее, ни денег. Звонит ей, она говорит, я что, зря тебя терпела 4 месяца, ничего ты не увидишь. Ему звонили при мне. Она говорит, тебе жить осталось 2-3 дня. Он является инвалидом с детства. Третья группа. У него развитие 10-летнего ребенка. То есть как 10-летний ребенок может продавать квартиру, получать за это деньги и отдавать себе отчетность, я не представляю. В схеме по отъему квартиры у не слишком образованного населения были задействованы несколько риэлторских контор. Туда вместе с пострадавшими мы и отправились. Все было прочитано, расписано. Это все есть в материалах гражданского дела. Он не диспансовер. В смысле он не диспансовер? Это доказано? Я говорю, что это я. Оформить? Я обращался. Она действовала по генеральной доверенности. Генеральной доверенности не было. Какого не было? Генеральной доверенности не было. Давайте не будем. Какая копия доверенности есть, доверенность на сбор документов для приматизации без права продажи. Сереж, давай не будем. Вот этот весь бред, понимаешь, Евгений? Уже вот так вот ты нам все нервы вымотал вместе с вами. Вот сейчас по поводу этого всего идет уголовное дело параллельно, идет гражданское дело. К нам какие вопросы? У нас есть суд, который все решит. Мы своей вины здесь не видим. Проблема в том, что уголовные и гражданские дела, о которых упомянули в риэлторской конторе, расследуются ни шалка, ни валка. Дело то возбудят, то закроют, то снова начнут. По данному факту было возбуждено уголовное дело, часть 4 статьи 159 мошенничества. В мае этого года оно было приостановлено. И 7 июля 2014 года это решение было отменено. Производство возобновилось, руководством дано указание следовательно. Кстати, первые пострадавшие от банды черных риэлторов обратились в полицию еще летом 2012 года. Однако, несмотря на их заявление, экстренных мер предпринято не было. Мошенники так и продолжали орудовать, а люди лишатся квартир еще в течение полутора лет.